Ну что я скажу, я сидел в турнире, я сидел в Бабруйску 19-го, я сидел в 22-й Волча Норы и Витьба 3. Конечно. И Володарка. Володарка целый год. Да, я не ломаю. Был момент, когда я был взломлен, мне казалось, что сейчас я буду вот так вот паустит и буду давать себе показания. Но потом, как сказал Бог, останови меня. Я говорю, что я сделаю. Меня сфабриковали в РУВД, в лице Гайдукевича, этого преступника и других, Вахламов и Свердовича, кинопенсии, судья Вареник. Это люди, которые сфабриковали против меня уголовное дело с правом. Но я вытремыл в этих турнирах, я вижу у разных людей, разных мест, и все там, особенно рецидивисты, уголовники, чемусь они пользуются спросом. Убийцы, и он забьет там 2-3 человека, и чемусь его робят за ухозом, чемусь менты, контролеры, как называют, его робят этого человека головным там в отраде. Что это такое? Как это может быть? А простые люди, которые там за мелочь сядят, их гнобят, их там статусы робят и так далее. Али кто мощный человек? Яны уже потом сразумели, чему яны меня перекидывали из одной колонии в другую. Потому что яны ведали, что меня не тримать вельми тяжко в этом стане. Потому что яны лечили, что там будет бунт. И таму яны садили меня в одиночную камеру. Вот, я был 2,5 года, с 4 годов я отсидел 2,5 года в одиночной камере. Али взломать меня не взломали. Яны не напужали, гэта улада меня. Гэта улада преступников. Экономично, не только экономично, но и гвалт против своего народа. Забачи, что было 5 годов и что зараз. Люди с каменными тварами идут и не глядят в очи друг друга. Что гэта такое? Идеология сегодня показала себе, что яна не може ничего, ничего зарабить. Бо яна только одно кажа. Усё доброе, усё гэта лепил. Школы это, это, это. На самое справе экономики нема. Заводы поставили. Цены, забачи, у кольки разов выросли цены. Маюць гэта магазины, маркеты, маюць, значит, яны монополия установили. Яны установили монополия. И зараз, забачи, кольки частных магазинов осталось мало. И тому мы сегодня идём туды гэта магазины и покупаем гэта-гэта. И гэта акция государственная, типа там Евроопт, вот вам машина, вот тебе 100 тысяч грошей, гэта здеки над людьми. И люди думают так, что вот под подушку положил гэта квиток и он зара выиграет. На самый справе это идёт агитинц, агитационная не пра реклама гэта-го Евроопта. Остатные люди, кажучи, всё бядней, бядней робятся. И тому бояться, разумеете, не мачо, а уже дошли до того, что мы не можем бояться. И коли нас будут сажать в тюрьмы, мы застанёмся людьми. Потому что мы будем везать, что за нами северинцы, за нами профсоюзы, за нами заводские. Вот это правда. И тому я смело могу сказать, коли я буду сажать меня, фабриковать, я буду везать, что за мной народ. Живи, Беларусь! Живи! Живи, Беларусь! Живи! Живи, Беларусь! Живи! Дякую, Сабри.